Добрый вечер! В эфире передача ОКОЁМ, в студию ведущий Вячеслав Ерохин. В последнее время, несмотря на многочисленные трудности, происходит возрождение многих наших храмов, в том числе храмов, находящихся на территории города и района. На наших глазах преображается Церковь Воскресения Христова, которая находится рядом с Парком культуры и отдыха имени Виктора Тололихина, стараниями настоятеля храма, отца Олега и многих его помощников. А сегодня мы с вами побываем в Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в селе Покров нашего Подольского района. Церковь стоит на краю села, там, где завершается большак, по которому ранним воскресным утром спешат на службу прихожане. Храм построен в 1872 году под наблюдением архитектора Гущина. Тогда же был освящен главный престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Сохранились сведения о многих благоустроителях храма. Так все иконы бывшего иконостаса написал крестьянин Василий Петрович Глазунов, родом из Владимирской губернии. Рядом с храмом находилась церковно-приходская богодельня для женщин, построенная в 1889 году братьями Комаровыми. Здесь же, у церкви, по давней традиции, хоронили местных прихожан. На высоком правом берегу Пахры, откуда открывается прекрасная панорама. Как тут не вспомнить известную картину Левитана над вечным покоем? Много воды утекло с тех пор. В 30-е годы сюда во враг сбросили церковный колокол, разрушили кладбище. Храм закрыли и превратили в склад. Верующие жители, а таких тогда было большинство, переживали это как личную трагедию. Осенью 1993 года в Покровский храм был назначен настоятелем священник отец Вячеслав Дреев. Сегодня трудно поверить, что всего лишь три года назад здесь была мерзость запустения. Многие люди, приехав посмотреть на возрождающийся храм, стали его постоянными прихожанами. И непременно спешат сюда, на службу 14 октября. На храмовый праздник. Он установлен в память события, бывшего в Константинополе в середине X века. В войне с сарацинами городу угрожала опасность. Но в этот день, 1 октября по старому стилю, святой Андрей Еродивый с учеником своим Епифанием, находясь в Влахернском храме на церковной службе, увидели Божью Матерь с сонмом святых, распростершую свой покров над христианами. Ободренные греки отбили сарацинов. С тех пор Православная Церковь в молитве к Божьей Матери просит покрыть всех нас честным покровом и избавить от всякого зла. Глядя на этот крестный ход, завершающий богослужение, которому в этот день присвоено особое величание, невольно думаешь о высоких духовных идеалах, коими жили наши предки. Идеалах, неведомых многим из нас. А ведь без них жизнь теряет смысл. Но покуда жива наша Церковь, а в Писании сказано, что и врата ада не одолеют ее, она хранит святыню, и двери ее всегда открыты, для страждущих и алчущих правды. Я давно знаю настоятеля храма, отца Вячеслава, и не могу не удивляться, с какой энергией и настойчивостью он возрождает веренный ему храм. Отец Вячеслав, вы являетесь настоятелем этого храма всего три года, и вот с вашим приходом храм преобразился. Скажите, как вам это удалось? С помощью Божией помогают люди, сами работаем. Ну, что еще? Люди помогают, конечно. Господь благословляет. Ну, и невидимо, невидимо, как-то дается это все. Ну, в общем, стараемся как-то, может быть, своими силами что-то сделать. Какой-то малой лептой обойтись. Ну, вот, видите, начали уже вот последнюю, так сказать, фреску рисовать в зимней части храма. Летняя еще, как видите, еще не закончена. Там еще грандиозный ремонт требуется. Затеплили свечи у образов, наполнился светом храм. Цветами раскрылись росписи, и ты, как в раю Адам. За окнами снежные дали, замерзший реки рукав, и сказочными цветами удивлена пурга. Откуда в заброшенном храме, где фрески стонали от пуль, зажили духовные раны, сияют глаза у бабуль. Небесная радость дана нам. Знать дух осенил этот край, чтоб грешным потомкам Адама увидеть потерянный рай.